Поговорим немного о себе, о себе любимом. А вы должны, просто обязаны любить себя. И действительно, человек – самое непостижимое явление из всего существующего в мире. Ну и, конечно, наиболее интересный предмет для себя самого. Темперамент, тип нервной системы – это те врожденные качества, и они бесспорно накладывают свой отпечаток на формирование характера, вашего поведения. Да, да, именно вашего поведения и вашего характера. Характер – это прижизненное приобретение личности. Характер аккумулирует в себе привычки человека. Во многом является результатом самовоспитания. В нашем случае, который мы рассматриваем, важны такие аспекты характера, как познавательная, эмоциональная и волевая сфера деятельности. Познавательные и эмоциональные стороны были раскрыты на предыдущих наших занятиях. А вот этот, этот заключительный этап занятий направлен на волевые черты характера. Самое важное – это отношение к неприятностям. Волевые черты называют хребтом характера. Самосознание личности, его эго, его я – это осознание отношения человека к своим потребностям и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям. А вы задумывались о том, какие вам приходится играть роли в жизни, в каких качествах приходится выступать в системе взаимосвязи и с окружающими людьми, с реальным миром, с социумом? А может быть, вы выбрали амплуа одной роли? Роли нытика, неудачника? Может быть, вам стыдно перед людьми за такую роль? Ведь в структуре своего эго, своего я, я бы хотел выделить вот когнитивную составляющую. Представление индивидуума о самом себе. Как вы отражаетесь у себя в голове, в своих ощущениях? Вот и на это и направлена методика моего общения с вами, которая заставляет вас взглянуть вглубь себя, повернуть зрачки на себя, на свои мечты, планы, желания, поступки, ну и так далее. Ведь строить планы на будущее невозможно без фантазии и мечты. Мечты должны быть конструктивны, эмоционально наполнены энергией созидания. Вот эти два самых мощных стремления человека – это стремление к созиданию и стремление к разрушению. Из стремления к созиданию возникает любовь, великодушие, щедрость, страстное воспроизводство потомства и радостное творчество. Напряжение, толкающее человека вот к этим конструктивным целям, мы, психологи, называем либидо. Это важнейшая функция человека – продолжение рода человеческого. И не нужно это сводить к простому банальному воспроизводству. Плодитесь и размножайтесь. Написано тупо и примитивно. Ведь даже воин, защищая город, детей, погибая, совершает подвиг ради сохранения рода. А другой человек открывает новые просторы, новые материки или летит в космос. И вот ими движет тоже энергия либидо. Но есть и стремление к уничтожению. И вот это стремление к уничтожению приводит в действие вражду, ненависть, слепой гнев и раздражение. И часто человек наслаждается этой жестокостью, распадом, разрушением. А вы посмотрите, не разрушаете ли вы свою жизнь. И вот это напряжение психологи называют мартидом. Иногда это напряжение помогает человеку выжить. А иногда ведет к самоубийству. Конечно, естественно, что эти два стремления часто вступают в конфликт друг с другом. Толкая человека к противоположным поступкам. По отношению и к людям, и к окружающему миру, да и к самому себе. Но также мы помним, что человек действует скорее в соответствии с теми своими образами, которые в нем записались за его жизнь, чем с той реальностью, которая присутствует. Вот мы поэтому с вами в основном и работаем со своим эго. С той системой, которая способна видеть себя, самое изнутри. И верно, Эрик Берн обращал наше внимание, что у нас всю жизнь сохраняются три части эго. Ребенок, взрослый и родитель. И они должны действовать в соответствии с принципом реальности. То, что вы ощущаете вокруг себя. Ребенок, взрослый и родитель.